Пролить свет на историческую действительность сегодня помогают дневниковые записи Михаила Воронкова, известного революционного деятеля, одного из немногих, кому удалось отразить события 1917 и последующих лет. Они хранятся в Рязанском музее молодежного движения. Представляют собой абсолютную ценность, это абсолютно уникальные документы, которые позволяют нам погрузиться в ту обстановку и 1917, и 1918, и 1920 годов. Ведь мы себе очень стереотипно представляем вот эту эпоху революции, гражданской войны, голд-холд-разруха. Но внутри голда и холда-разруха было еще что-то, и вот это вот что-то как раз очень явно выступает из дневников Воронкова. Изучил эти дневники и издал отдельной книгой с подробными комментариями. Рязанский историк Александр Никитин. На исследование он потратил в общей сложности 19 лет. Больше того, оказалось, что эти дневники вообще открывают для нас Рязань в периоды революции и гражданской войны, так как их не видел ни один историк. Музей молодежного движения в Рязани обладает источником совершенно уникальным, потому что дневников большевистских руководителей этого периода не сохранилось вообще. Он единственный, вы понимаете? Михаил Воронков родился в селе Белоомут Рязанской губернии в 1893 году. Окончил Рязанскую учительскую семинарию и стал студентом Московского коммерческого института. Затем был призван на Первую мировую. Почти забытый ныне Воронков, между тем, был видным деятелем первых лет советской власти. Он участвовал в Октябрьской революции 1917 года в Петрограде. Был депутатом учредительного собрания и двух большевистских съездов. А затем был направлен в Рязань возглавлять Рязанские горы с полком. Ему на тот момент было 24 года. Человек, который устанавливал в Рязани советскую власть и потом был одним из ее руководителей на протяжении трех лет гражданской войны. Который был председателем Рязанского горы с полкома, губы с полкома, комиссаром просвещения, комиссаром продовольствия, военным, местных дел. Человек, который создал в Рязани педагогический институт, художественное училище, музыкальное училище, музей, театр. За какие-то буквально один-два года этот человек успел все это сделать. Уже в 1923 году Воронков полностью разочаровался в большевизме и вышел из партии. И это, безусловно, уберегло его в годы большого террора. Все свои планы, надежды, дела по переустройству жизни на новый лад, а также горькие и близкие к отчаянию размышления. Михаил Воронков доверял своим дневникам. К этому разочарованию он пришел не сразу, как вот понятно из его дневников. То есть человек, который пришел в революцию за идею, постепенно складывалась так ситуация, что те, кто делал революцию, остались не у дел. Возможно, именно поэтому свою книгу Александр Никитин назвал «Интеллигент и эпоха». Несмотря на компрометирующий характер дневников, Воронков не уничтожил записи даже в конце 30-х годов. Сегодня судьба этого человека смогла бы стать захватывающим сюжетом для настоящего исторического детектива. А экспозиция в Музее молодежного движения называется «Революция от первого лица». Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».